Всем привет! Обязательно посмотрите мой большой общий обзор на самые популярные видеокарты из новой линейки AMD. Там я рассказал самое интересное про эти карты, ответил на вопросы интересующихся о том, почему у меня мало обзоров на продукцию AMD, как я отношусь к видеокартам этой компании, ну и многое другое. Ссылка на обзор будет в рекомендациях в верхнем правом углу экрана. Ну и давайте уже приступим к сегодняшнему обзору. Я уже как-то тестировал чуть ли не весь модельный ряд карточек AMD в игре Star Wars Battlefront. Ссылка опять же будет в рекомендациях, все для вашего удобства. Ну а сегодня я хочу поделиться с вами тестами в новых играх, такими как The Division, Quantum Break, Need for Speed и других. Так что усаживайтесь поудобнее, приготовьте кружечку борща и мисочку чая, будет как минимум полезное видео. Ну и надеюсь еще интересное. Итак, взять на тест все видеокарты новой линейки у меня, к сожалению, нет возможности, поэтому я выбрал самые, на мой взгляд, актуальные, мейнстримовые и доступные по цене. Это две карты изначального ценового сегмента, это AMD R7 360 и 370 на 2 гигабайта. И представитель средневысокого ценового сегмента R9 380X на 4 гигабайта видеопамяти, которая по сути та же 380, но чуть быстрее, поэтому в теории ее можно считать как две модели. Ну а за предоставленные видеокарты спасибо компании Sapphire и компании Asus. Теперь самое главное, что касается настроек в играх. Я старался подобрать что-то среднее, чтобы это было не отдельное тестирование трех разных карт на разных настройках, а все же сравнительное тестирование, и настройки подбирались так, чтобы и младшие карты были более-менее играбельными, но и чтобы 380 работало на все 100% и не простаивало попусту. Понятно, что даже из самой младшей карты можно выжать играбельные 30-40 кадров в любой игре, снизив настройки до минимума, ну и также и Fury X можно поставить на колени, запустив какой-нибудь Quantum Break в 4К на супер-ультра настройках. Поэтому это будет нечто среднее, ну а разрешение везде одинаковое, это Full HD. Итак, после долгого, но важного вступления, мы переходим к тестированию, и первой игрой будет Tom Clancy's Rainbow Six Siege. Я установил пресет качества графики очень высокое, ну а другие опции не менял, тестировал я во встроенном бенчмарке. И результаты вы видите на экране. R7 360 выдала в среднем 51 кадр, минимальный 36 и максимальный 65. R7 370 чуть пободрее и выдавала в среднем уже 65 кадров, максимальный был 87, но просадки все равно значительные и частота кадров падала до 40. Ну и R7 380X, понятное дело, практически идеально выступила на таких настройках и в среднем выдавала 106 кадров, максимум 142 и минимальный 71. Поэтому я запустил бенчмарк на этой карте еще раз, но уже с самыми максимальными настройками и двухкратным MSA изглаживанием. И в целом даже так, картинка была вполне плавной и результаты вы видите на экране. Rainbow Six Siege это не CS GO, тут нет такой динамики, поэтому 120 кадров тут в общем-то и не нужны. И следующая игра Dead Division. Я выставил пресет высоких настроек и все остальное не менял. Встроенный бенчмарк здесь не совсем адекватный, поэтому минимальный, средний и максимальный FPS я замерял через программу Fraps. Ну и результаты сейчас перед вами на экране. 360 это очень бюджетная карта и она не предназначена для высоких настроек в принципе, а в этой игре и тем более. И тут на ней можно играть максимум на средних настройках. 370 уже более-менее, но опять же для плавной картинки придется чуть снизить графику. Ну а 380X уже показывает плавную картинку, но лично меня смущает минимальный FPS, который опустился ниже планки комфортной игры, ниже 30 кадров. Следующая игра это многострадальная GTA 5. Она то работает, то не работает, но в общем-то в этот раз мне каким-то чудом повезло и после часа шаманства она все-таки запустилась. Настройки графики почти везде я выставил на высокие, сглаживание я поставил FXAA, в этой игре оно кстати неплохо реализовано и не такое мыльное как обычно. Ну и дополнительные опции отключены. Ну и замерял я производительность на самой, на мой взгляд, универсальной сцене с самолетом и с покатушками на автомобиле в центре города. И приемлемый FPS на таких настройках, как это ни странно, показывает даже 360-е. Вот это действительно хорошая оптимизация, а не как во всяких Call of Duty Black Ops 3, где графика чуть лучше, чем в первом Modern Warfare, которая летала на любом железе, но тормозит при этом раз в 10 больше. Ну и следующая игра это новенькая Need for Speed. И тут я решил замахнуться на ультра настройки с некоторыми отключенными спецэффектами и отключенным сглаживанием. И замер я делал в одной и той же гонке, на одном и том же коротеньком участке дороги, который я старался проехать максимально одинаково, но лабораторной точности тут конечно не достигнешь, поэтому результаты тут примерные. 360-е снова не впечатляет и опять же для комфортной игры придется все же снижать настройки до средних. 370-е дает примерно те же результаты и это снова неиграбельно, снова нужно будет снижать настройки, потому что в гонках хочется все же видеть стабильные 60 FPS. Ну и более-менее приемлемый результат выдает только 380X, хотя честно сказать я думал, что она даст результаты повыше. Вот уж не думал, что когда-нибудь придут времена, когда для гонок не будет хватать карты средневысокого ценового сегмента. Ну и следующая игра это новенькая Lara Croft. Я не стал включать опцию DirectX 12, потому что не работал бы мониторинг, но и особой прибавки в этой игре он не дает. В графике я выставил пресеты высокие и больше ничего не менял, сглаживание поставил SMAA. По производительности я ориентировался на одну из самых тяжелых сцен во встроенном бенчмарке, где много травы и постэффектов. И тут 360 выдает в среднем 23-27 кадров в секунду. В принципе это одиночная игра и если захотеть, то играть конечно можно, но я бы все-таки понизил настройки. 370 идут уже граничить на уровне комфорта и балансируют на отметке в 30 кадров, но все же иногда проседает до 25, поэтому все-таки я все равно понизил бы графику до средних или до средневысоких. Ну и на 380X уже можно нормально и комфортно играть и FPS в среднем 45-55. Ну а если 30 FPS для вас не страшно, то можно даже повысить настройки. Обратите внимание, кстати, что в видеопамяти потребляется почти 3 гигабайта. Ну и последняя игра это Quantum Break. И тут за счет того, что игра работает только на 12-ом DirectX, тут ни одна программа мониторинга не работает. Конечно я нашел решение в лице Mirals Action, но она непонятно как работает, как она замеряет FPS, поэтому результаты опять же приблизительные и не претендуют на лабораторную точность. Но в целом с личным восприятием результаты в общем-то совпадали и если чувствуется, что игра идет где-то на грани, то и счетчик показывал около 30 FPS. Что касается графики, то я выбрал пресет средних настроек. Сглаживание там было включено, ну а все остальное я не менял. И 360 к моему большому удивлению неплохо себя показала и выдавала в среднем 30-35 кадров. По ощущениям, опять же, как я уже и сказал, просадок ниже 30 не было и счетчик показывал соответствующие цифры. Для 370 счетчик показывал примерно те же цифры и это в среднем 34-37 кадров. Уж насколько они верные я не знаю, но по ощущениям геймплей был примерно такой же плавности. На 380X естественно играть было уже куда комфортнее, ну и счетчик показывал в среднем 55-60 кадров. Ну и настало время подвести итог. Что я могу сказать? В целом даже на 360 можно поиграть в любую современную игру в Full HD разрешении. Но тут уже, конечно, придется сильно снижать настройки графики, возможно даже до минимальных. Поэтому я бы рекомендовал брать такую карту, либо если у вас попросту больше нет денег, либо для старых мониторов, где разрешение поменьше, например, тот же 1600 на 900. И там играть уже будет более комфортно и вы сможете позволить себе более высокие настройки. 370 от Sapphire стоит примерно на 3000 дороже, но я бы не сказал, что она прям сильно быстрее в современных, вот прям тяжелых играх, таких как Lara Croft. А вот в GTA V или Rainbow Six Siege разница достигает иногда 10 и больше FPS. И уже такой разницы будет в принципе более чем достаточно для некоторых, чтобы принять решение в пользу 370. Ну а 380 я бы назвал оптимальным выбором для современных игр в разрешении Full HD. С ней большинство проектов будут успешно летать на ультра настройках, ну а в некоторых, таких как Quantum Break или Dead Division, придется все-таки немного снизить настройки до высоких. 380X немного быстрее, чем обычная 380, но если вы ограничены в средствах, то можете выбрать обычную версию, много вы не потеряете. Единственное, что для этой карты уже очень желательно 4 гигабайта видеопамяти. С двумя ей будет явно тесно и чип не будет раскрываться на полную катушку. Ну и теперь самое главное. Если это видео наберет 10 тысяч лайков до июля, я сделаю похожее видео и с новым поколением AMD Polaris. Сами вы ставите лайки не очень ухотно, даже если видео вам понравилось, поэтому не обижайтесь, вот буду мотивировать вас вот таким вот способом. Так что не жалейте своих лайков для информативных обзоров, ну и не забудьте посмотреть мои видео в рекомендациях. И подписывайтесь на мой твич и инстаграм, там много интересного, все ссылки будут в описании.